Сочи сегодня упал вертолет. ЧП произошло на улице Цемлянской. Погибла женщина. Сегодня в Сочи эвакуировали врачей и пациентов. Пожар произошел в железнодорожной поликлинике на улице Горького. Штраф за антисанитарию до 100 тысяч рублей. Глава Сочи намерен жестче контролировать порядок во дворах. Просветят по-новому. В поликлинике номер один цифровой всканирующий флюорограф сменил технику 20-летней давности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи сегодня упал вертолет. ЧП произошло в районе поселка Веселое. Прогулочный вертолет АС-50 рухнул в частный двор, повредил крышу строения и припаркованный во дворе автомобиль. ЧП произошло в 2 часа дня на улице Цемлянской, 37. Травму получили 5 человек. Одна женщина погибла. Предположительно, это член экипажа. На место сразу же выехали бригады пожарных, специалисты МЧС и следственно-оперативная группа транспортной полиции. Как стало известно, вертолет принимал участие в показательных выступлениях по вертолетному пилотированию и после них направлялся в аэропорт. Но до места стоянки не долетел. Рассматриваются две причины аварии – ошибка в пилотировании или неисправность бортовых систем. Идеологический терроризм – угроза 21 века. Как бороться с распространением радикальных идей в интернете, говорили на заседании Краевой антитеррористической комиссии. Подобных сайтов и групп после регионального мониторинга было обнаружено больше сотни. На совещании, которое возглавил губернатор, обсудили и подготовку ко Дню народного единства, который не должен стать площадкой для провокаторов. Подробности у наших краснодарских коллег. Состав участников антитеррористической комиссии придется переписать. В списке теперь и командующий Краевым управлением Росгвардии Сергей Власенко. Он возглавил войска на прошлой неделе. После коротких поздравлений губернатор сразу обозначил фронт работы, который у гвардейцев будет много. Уже 4 ноября на Кубани, как и по всей России, отмечают День народного единства. На этой почве нельзя допустить экстремистских провокаций, требует Вениамин Кондратьев. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Необходимо организовать постоянное дежурство оперативных служб и скорой помощи непосредственно в местах массового скопления людей. Нужно усилить подозрение полиции казаками. День народного единства – это национальный праздник. Когда российский народ будет единым, вот как оно и есть сегодня к этому, мы сегодня все стремимся, тогда никакая зараза, никакая чума, никакие там марши не залезут в жизнь единого народа. Идеологический терроризм – невидимый фронт, но на котором тоже идет борьба. В основном распространение радикальных идей вербовка в незаконной организации происходит в интернете, где в первую очередь на удочку террористов попадается молодежь. Ведется мониторинг интернет и всех сайтов. И нами было выявлено и направлено в Центр по противодействию экстремизма ГУВД Края 186 информаций о действительно таких выявленных опасных сайтах. Вениамин Кондратьев требует от своих подчиненных, чтобы в каждом муниципалитете были специалисты, способные в реальности вычислить подобные экстремистские группы во всемирной паутине. Мы здесь не ликбезом занимаемся, мне нужна практическая плоскость того, что вы сегодня там все делаете. В каждом муниципальном образовании у нас есть группа мониторинга. Вот группа мониторинга, если есть, это хорошо. Результаты этих групп. Они тоже для списка, что ли, группы эти есть? И что они мониторинг? При выявлении таких фактов информируются как правоохранительные органы? Сколько выявили таких фактов? Идеологическая война – это очень важно. Идеологический терроризм – это, коллеги, это тот червяк, который медленно-медленно съедает все изнутри. Вот в чем вопрос. Должен быть результат работы. А если его нет, результат работы, значит и группы этих не существуют. И работы, значит, вашей тоже нет. Вот в следующий раз перенесите мне конкретный механизм на земле, который позволит сегодня нам заниматься профилактикой. Антитеррористическую работу придется только усиливать. Ведь Краснодарский край примет футбольные матчи Кубка Конфедерации в следующем году и Чемпионата мира в 2018. Но бдительность не должна заканчиваться на стадионе Фишт в Сочи, где пройдут игры, замечает губернатор. На стройплощадках тренировочных баз должен вестись усиленный контроль, вплоть до проверки материалов, завозимых для строительства. На весь Фишт внимание максимально уделяем, а вот эти тренировочные площадки остаются вне зоны, мне кажется, сегодняшнего нашего внимания. А это еще раз подчеркну, это тоже объекты повышенного внимания и интереса со стороны всех, кто хочет помешать проведению Чемпионата мира в Сочи. Вот они сегодня должны быть под таким же жестким контролем. Проверка и материалов, и все, что завозится для строительства, осуществлялись и на строительстве вот этих вот тренировочных площадок, где будут тренироваться сборы. Во время футбольного матча большая нагрузка ляжет на транспортную сеть, только железнодорожными ласточками планируется перевезти в 18 тысяч человек. Губернатор потребовал разработать пропускную систему так, чтобы избежать столпотворений на вокзалах, но сохранить при этом безопасность. У противников проведение спортивного праздника в России не должно быть информационных поводов. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Кандидат в мэры, губернатор Вениамин Кондратьев предложил Евгению Первышеву выдвинуть свою кандидатуру на конкурсное место главы Краснодара. Евгений Первышев для кубанской столицы человек не новый. Он долгое время работал в Краснодаре, а последний год занимал должность заместителя директора департамента в Министерстве строительства Москвы. По мнению Вениамина Кондратьева, мэром Краснодара должен стать человек, который хорошо знает город, его успехи и проблемы. И понимает, что нужно сделать для того, чтобы краевая столица стала еще лучше и в экономическом плане, и в благоустройстве. Учитывая ваш опыт работы и в округе Краснодара, и в городской думе Краснодара, в администрации Краснодара, вашу активную жизненную позицию, молодость, энергию, я считаю, что вы очень много сможете сделать для Краснодара и краснодарцев. И, конечно, здесь очень важно верить в себя, верить в этот город, верить в жителей, которые на самом деле тоже очень хотят, поверьте мне, очень хотят сделать свой город еще более краше, еще более процветающий, экономически сильнее. Я предлагаю вам выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Краснодара. И смело идти вперед. И реализовать все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за такое, я бы сказал, даже не предложение, а ответственное поручение. Я постараюсь применить весь свой опыт, все свои умения и возможности на благо нашего города Краснодара. Задач перед новым мэром стоит много. Это в первую очередь проблемы благоустройства и ЖКХ, вопросы градостроительного комплекса, чтобы в новых микрорайонах появлялись не только многоэтажки, но и социальная инфраструктура, детские сады, школы и поликлиники. Ну и сегодня же Евгений Первышев представил пакет документов конкурсной комиссии. Он стал первым претендентом на пост главы Краснодара. Многие проблемы краевой столицы ему известны, и кандидат уже наметил пути их решения. Комиссия будет принимать заявки от претендентов на пост главы краевого центра до 18 ноября. Сам конкурс состоится 6 декабря. Тогда глава региона Вениамин Кондратьев и представители администрации Краснодара и Гордумы и выберут мэра. Напомню, с прошлого года глав городов и районов назначают. Всенародным голосованием сейчас в России выбирают лишь депутатов различного уровня, губернаторов и президента. Сегодня в Сочи из поликлиники из-за пожара эвакуировали врачей и пациентов. Пожар произошел в железнодорожной поликлинике на улице Горького. Дым повалил из окна на верхнем этаже здания. Врачей и пациентов всего 80 человек эвакуировали из здания. Поликлинику обесточили. Жертв и пострадавших нет. На месте работали несколько бригад пожарных, 28 человек и 11 единиц техники. Что стало и причиной пожара, пока неизвестно. К слову, железнодорожная поликлиника горит уже не в первый раз. Последнее возгорание случилось в прошлом году, 18 июля. Тогда загорелась кровля. Сочи готовится к празднованию Дня города и уже к следующему летнему сезону. Этим темам сегодня было посвящено планерное совещание с главой города. Чьей работой Анатолий Пахомов остался недоволен и какие новые кадровые назначения в мэрии, расскажет Татьяна Говоркова. Минувший летний сезон дал хорошие показатели туристического потока, но над тем, каким будет следующий год, необходимо задумываться уже сейчас. С этой темы начал планерное совещание мэр курорта. Останавливаться на достигнутом никак нельзя, отметил Анатолий Пахомов, ведь конкуренция у Сочи велика. Следует уделить особое внимание качеству оказываемых услуг в объектах размещения, а также развитию чартерных рейсов как внутри страны, так и за рубеж. Мы должны понимать, что не только внутренний туризм, мы не только там лето, не только зима, конкретном понимании этого слова, а вот круглый год, очень активная загрузка. Чтобы эту активную загрузку сделать и перейти, в принципе, на системный уже характер этой работы, нужно работать и с иностранными туристами, и с иностранными туроператорами. Вот они готовы. Мэр также подчеркнул, что по данным турагентств, 25% гостей, отдохнувших в гостиницах курорта, остались недовольны приемом. Работать в этом направлении должны не только средства размещения, но и главы районов и жители. Ведь санитарное состояние улиц курорта также влияет на впечатление о городе в целом. Субботники и наведение чистоты на придомовых территориях должны стать неотъемлемой частью жизни каждого горожанина. И смотивировать на это жителей должны тосы, управляющие компании, домкомы и главы районов. Дом – это их собственность, двор – это их собственность, детская площадка – это их собственность. Но, к сожалению, пока не так много. А остальные все думают, что придут им, покрасят фасад, придут, починят крышу. Хотя, в принципе, они даже не определились с управляющими компаниями. Регулярные убеждения и просьбы мэрии поддерживать чистоту своих домов ожидаемых результатов, к сожалению, не принесли. Поэтому Анатолий Пахомов распорядился создать специальную контрольную комиссию, которая заглянет в каждый двор и село Большого Сочи. По результату инспекции будет дана оценка работе ТОСов, управляющих компаний и других ответственных за эту работу лиц. За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы от 5 до 100 тысяч рублей. Критика от мэра прозвучала и в адрес директора департамента оформления и дизайна городской среды Элины Баранской. В принципе, позиционирование сочек от москового пилота с использованием тематики золотой осени, паркового сезона. Сочи между солнцем и морем – это главный месяц нашего праздника. Ракушки и цветы на флагах, такие же наклейки для витрин магазинов, Анатолия Пахомова не устроили. А световое и декоративное оформление, разработанное к 2019 году, должно быть готово уже сейчас, к празднованию Дня города. Элина Борисовна, это не то, что мы хотим, горожане. Я сказал, по контурам сделайте. Вы сделали. С каким трудом мы сделали. А где свои мысли? Я потом сказал, что это уже устарело. Поезжайте, посмотрите, каким образом оформляется та же самая Москва. Глава города предложил соответствующему комитету еще раз собраться и предложить новый вариант праздничного оформления курорта. Завершилось планерное совещание новыми назначениями. Должность директора муниципального бюджетного учреждения «Сочи-Свет» теперь занимает Александр Белозеров. Ранее он руководил отделом миграционной службы города. С этого дня к новой работе приступил и Юрий Усачев. Он возглавил новый департамент, которому переданы полномочия управления транспорта и дорожного строительства администрации Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И продолжаем выпуск. Отопление в Сочи включат 3 ноября. Такое решение принял сегодня глава города. Решение о досрочном старте отопительного сезона было принято по поручению главы города в связи с многочисленными обращениями граждан. Последние дни на курорте установилась прохладная погода. И необходимый показатель для старта отопительного сезона – 5 дней среднесуточная температура не выше 8 градусов тепла – достигнут. К 3 ноября будут запущены все котельные курорта. На социальные объекты тепло в последний месяц подавалось по потребности. А с четверга оно будет поступать в постоянном режиме. Ведущие инфекционисты России приехали в Сочи, но в курорте открылась Всероссийская научно-практическая конференция с участием международных специалистов. Конференция, организованная Министерством здравоохранения России, проходит под названием «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания». Она продлится 3 дня. У 700 ведущих инфекционистов страны есть возможность пообщаться с иностранными коллегами и обсудить актуальные вопросы. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни стояли перед собой задачи избавиться от каких-то определенных инфекций, и нам это иногда удается действительно успешно, это, допустим, самый яркий пример – это натуральный оспа, но появляются новые вызовы природы, появляются новые инфекционные агенты, потому что микромир, он более пластичный, эволюционный, чем наш мир человеческий. Есть тенденция и возвращение, казалось бы, позабытых инфекций. Об этом говорил во время пресс-брифинга, представляющий Кубань на Всероссийской конференции, заместитель министра здравоохранения края Давид Гумба. У врачей Краснодарского края есть опыт в этой области, которым они готовы делиться. В Краснодарском крае во время подготовки проведения Олимпийских игр, во время проведения крупных массовых мероприятий, таких как Формула-1 и так далее, накоплен, я думаю, колоссальный опыт в части недопущения и предотвращения возможных проблем, связанных с инфекционной безопасностью. Учения по профилактике и противодействию распространения инфекций в предолимпийский и постолимпийский период прошли во всех сочинских больницах. Участие в них приняли не только городские врачи, но и их коллеги из других муниципалитетов края. В медицинские учреждения края до конца года поставят 16 новых флюорографов. В Сочи новый современный аппарат уже распаковали и даже опробовали. В отделении сочинской поликлиники номер 1 цифровой сканирующий флюорограф сменил технику 20-летней давности. Вот у нас что было раньше. Вот такие маленькие кадры. И я не скажу, что они очень качественные. И вот можно сравнить изображение, которое мы сейчас получаем. Заведующая рентгенотделением не нарадуется на работу нового малодозового цифрового сканирующего флюорографа. Помимо качественной картинки, этот аппарат делает снимок еще и информативным. Под каждым фото указана доза облучения пациента. Теперь за тем, чтобы она не была превышена, можно будет следить по электронной истории болезни. Мы его ждали уже много лет. Мечтали о нем. Наконец мечта сбылась. И у нас просто, вы знаете, профессиональное счастье. И легче работать, и передача информации на современном уровне в дальнейшем. Мы можем даже в другие города посылать эту информацию. У нас получается база данных. Допустим, он прошел в этом году, еще через три года, еще через пять лет. Все это можно сразу, информацию получить единовременно. И сравнить в динамике, как протекает заболевание. Отделение первой поликлиники, что на улице Конституции, в среднем обслуживает 50 тысяч горожан. Старый флюорограф с таким потоком не справлялся. Пациентов приходилось направлять в другие филиалы. Теперь работа наладится. Раз такой аппарат у нас пришел, мы будем делать вместо одной две смены. Полную загрузку до пяти вечера будут эти больные. И скорость выдачи результатов, конечно, выше будет. До конца 2016 года в медицинские учреждения Кубани поставят 11 передвижных и 5 стационарных флюорографов. Оборудование стоимости 150,5 миллионов рублей приобретено за средства Фонда обязательного медицинского страхования. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Курортные сборы и развитие событийного туризма. В Сочи обсуждали сегодня туроператоры, руководители гостиниц, санаториев и объектов показа, рестораторы со всей страны. Все они стали участниками первого международного бизнес-события индустрии гостеприимства. Конгресс-фест призван стать площадкой для обсуждения значимых вопросов как для всей туристической отрасли, так и непосредственно для курорта Сочи. Туризм – это индустрия впечатлений, говорят сами профессионалы отрасли гостеприимства. И работать над тем, чтобы эти впечатления у гостей курортных городов всегда были яркими, нужно, не покладая рук. А способствовать этому может событийный туризм, уверен член Совета по внутреннему въездному туризму при Госдуме и президент Национальной ассоциации событийного туризма Олег Алексеев. В Сочи эта программа работает. Здесь масса культурных и спортивных мероприятий. Но секрет успеха подчеркивают специалисты в информативности. Многие виды туризма способствуют развитию территории. Это и активный туризм. В советские времена было огромное количество туристических маршрутов. И здесь же, на Кавказе, это и события, это и гастрономия, это возможность почувствовать культуру региона через кухню. Много таких, на самом деле, возможностей. Нужно просто целенаправленно брать и использовать все эти средства. И не забывать о том, что информационная поддержка необходима на всех этапах. Как до, во время и после всего этого. А вот введение курортных сборов, напротив, может оттолкнуть туристов, считают эксперты. Опасений несколько. Первое. Курортный сбор в размере 100-150 рублей в день снизит поток бюджетных отдыхающих. Сейчас можно говорить только о том, чтобы как-то минимизировать для туристов, я здесь на стороне туристов, конечно, минимизировать потери от этого процесса. Власть сказала, и это говорилось на совещании у Путина, на госсовете, необходимо обеспечить прозрачность перед туристами расходования этих денег. Ну и третье, что бы мне хотелось, чтобы сам разбор, все-таки сбор был достаточно скромным. Может быть, 50-100 рублей разово. На такие деньги туристы согласятся. 100 рублей в день не согласятся. Это очень большие, это очень много. Туристы должны приехать через год, через два и сказать, вот этот памятник или эта дорога построены на наши деньги. И пройтись по ней с удовольствием. Наряду с курортным сбором, рост налоговых поступлений городу может обеспечить и просто грамотно развитый туризм. Об этом участники Первого международного конгресса гостеприимства туризма и сервиса будут говорить целых три дня. Сочи – это такая большая, даже не точка и не запятая, это большой восклицательный знак в этой отрасли. И где, как ни здесь, об этом говорить и это делать. Зрелищ у нас очень много. Вот хлеба бы нам еще. Черноморская кухня, кухня народов Кавказа, кухня жителей этого города, в который вместился больше 120 национальностей – это очень важно. Хлеба и зрелищ – формула, которую давно придумали. Ее просто нужно здесь осуществить. Цель организаторов – сделать из конгрефест, так сказать, городообразующие события Сочи, на котором профессионалы регулярно будут искать новые точки притяжения курорта. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания, ФКТ. Московский цирк Юрия Никулина приехал с гастролями в Сочи. Знаменитые дрессировщики Артуры и Карина Багдасаровой подготовили новую программу «Планета 13». С 29 октября по 27 ноября на Сочинском манеже пройдут 8 представлений. «Планету 13» уже увидели во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Воронеже. И вот программа добралась до Сочи. Мы сейчас первый раз выходим в качестве продюсеров. Мы привезли свое шоу, свое название. Мы собирали наши номера, можно сказать, сливки такие привезли. Большая часть московского цирка Никулина. Действительно, Никулинский цирк приехал в Сочи. На курорт московский цирк привез лучшие номера. Их исполняют молодые артисты. На арене выступает и представитель четвертого поколения династии Багдасаровых, воздушный гимнаст Ричард. Впечатляют не только полеты под куполом, но и мастерство жонглера, эквилибриста и акробатов. Наряду с ними на арене зрители увидят собак, пони и кота-экстремала. Всю программу забавными номерами развлекают клоуны. Гвоздь программы – аттракцион с полосатыми хищниками. В шоу Багдасаровых их семь. Это бенгальские и уссурийские тигры разного возраста и нрава. Совершенно разные характеры у каждого. Кто-то более активный, кто-то более агрессивный. Ахилл он у нас такой очень флегматичный. Он достаточно сильный зверь, достаточно опасный, но ему просто лень. У нас есть бабушка, которой в следующем году будет 20 лет. Здесь лежат две курицы. Одной – три года, второй – пять. Но независимо от возраста, все они далеко не ласковые котята, а истинные хищники, как в дикой природе. Поэтому во время шоу зрители не раз слышат грозный тигриный рык. Но Артур и Карина Багдасаровы без труда заставляют их встать на задние лапы. Этот трюк Артур Багдасаров выполняет единственный во всем мире. Кстати, сейчас дрессировщики готовят новых полосатых артистов к выходу на манеж и приглашают всех желающих посетить репетиции, которые проходят со вторника по пятницу с двух часов дня. Ну а программа «Планета-13» на первых зрителей уже произвела большое впечатление. Мне больше всего понравились тигры, как они прыгали в огненное кольцо и акробаты. А мне понравились клоуны и тигры. В восторге, в таком восторге. Очень интересно, очень впечатляюще. А можно я тоже скажу? Я мечтала быть детской дрессировщицей тигров. Вот моя мечта может сбудется сегодня. Я пойду хоть чуть-чуть покормлю тигра. По окончании шоу дрессировщики Багдасаровы раздают автографы и предлагают зрителям покормить тигров за кулисами. С гастролями Московский цирк Никулина пробудет в Сочи до конца ноября. Ближайшие представления пройдут 4, 5 и 6 числа. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. День открытых дверей прошел накануне в санатории «Знания». Люди старшего поколения со всех районов Сочи знакомились с возможностями здравницы. Помимо этого состоялся розыгрыш лотереи. Приз – путевка на отдых в «Знания». Вот уже 4 года санаторий «Знания» активно принимает на отдых и лечение местных жителей. А чтобы они лучше знали о медицинской базе, устраиваются подобные дни открытых дверей. Сегодня гостями лечебно-оздоровительного комплекса стали представители городского и районных советов ветеранов. Им вручили от здравницы подарок в виде принтера, показали клим об отдыхе и предложили в межсезонье курсовочное лечение. Свободных мест в санатории очень-очень немного. Более того, купить путевку, допустим, на 14 дней в ближайшее время вообще очень проблематично. То есть таких окошек в нашем расписании практически нет. Но наш медицинский центр позволяет принять людей по курсовкам. То есть возможности медицинского центра достаточно большие, и мы можем принимать много местных жителей. Санаторий «Знание» настолько популярен на юге России, что путевки сейчас раскупаются на осень следующего года. А уж летом востребованность на 115%. И это не только отдых у моря, а комплексное медицинское курортное лечение. У нас есть водолечение, ванны, а также есть углекислые ванны. Они сухие, чаще всего они предлагаются людям более старшего поколения, в связи с тем, что очень многие из них переносят к этому времени уже инфаркты, инсульты. А эта ванна позволяет не ухудшать их состояние, а наоборот как раз-таки помогать для восстановления сосудов. В «Знании» лечебные методики разработаны курортологами. Массажи, ванны, терминальные процедуры магнита и лазеротерапия. Удачно внедрены специальные программы «Антистресс» и «Серебряный возраст». Сегодня те, кто пришел знакомиться с дравницей, стали участниками лотереи. Разыгрывались курсовочные путевки на две недели. Честно говоря, я верила. Я очень люблю этот санаторий. Я отдыхала здесь. 1400 рублей в сутки – это проживание, питание, бассейн и лечебные процедуры. Соответственно, курсовки стоимостью в разы меньше. Можно даже выбрать процедуру на 300-400 рублей в сутки. А в остальном – консультироваться с врачом. Многие сочинцы в качестве подарка покупают своим родителям вот такой лечебный отдых в самом радушном для старшего поколения людей с санатории. Гелина Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «СКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok